В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Из-за того на большую землю саровчане могут получить субсидию от государства. На своей волне. 13 февраля отмечается Всемирный день радио. А мета-знания глазами детей. Саровчане стали призерами конкурса «Школа Русатова». Далее расскажем обо всем подробно. Саровчане, выезжающие из города на постоянное место жительства, могут получить субсидию на приобретение или строительство жилья. Сумма поддержки рассчитывается в зависимости от состава семьи. Обязательное условие участия в программе – передача имеющегося жилья в собственность государства. И не менее 15 лет стажа работы в муниципальных, региональных или государственных учреждениях. Подробности далее. Несмотря на то, что жизнь в закрытом городе имеет свои неоспоримые преимущества, некоторые горожане по разным причинам принимают решение переехать на Большую землю. Специально для них существует государственная программа, по которой жители ЗАТО могут получить субсидию на строительство или приобретение квадратных метров. Гражданин может принять участие только если у него отсутствуют иные жилые помещения на территории Российской Федерации у него и у членов его семьи. Причем круг семьи определен в соответствии с нормами семейного кодекса. Общий трудовой стаж претендента на участие в программе должен составлять не менее 15 лет, которые он отработал в муниципальных или государственных организациях. При этом человек должен либо выйти на пенсию, либо быть уволенным по собственному желанию. Гражданин, претендующий на получение федеральных средств для переселения за пределы ЗАТО, должен сдать занимаемые жилые помещения в муниципальную собственность. Это могут быть и жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма, это жилые помещения, находящиеся на праве собственности, принадлежащие как гражданину, так и членам его семьи. Если Саровчанин продавал квадратный метр, находящийся в собственности, то возможность получить субсидию для переселенцев из ЗАТО у него появится только спустя пять лет после совершения сделки. Если же все условия участия в программе соблюдены, признается право на получение мер социальной поддержки. Сам сертификат рассчитывается, исходя из определенной формулы. На одиноко проживающего гражданина расчет производится, исходя из 33 квадратных метров общей площади на человека, умножается он на государственную стоимость квадратного метра. Сейчас это в районе 46 тысяч. Семья из двух человек получает, исходя из расчета 42 квадратных метра, и три и более членов семьи, 18 на каждую. Сегодня сертификатов по этой программе ждут двое Саровчан. Более подробную информацию по мерам поддержки граждан, выезжающих из ЗАТО, можно получить по телефону 9 90 57. Оно развлекает и информирует. Оно всегда и везде, дома, на работе, в машине. 13 февраля – Всемирный день радио. Профессиональный праздник отмечают все, кто имеет к нему какое-либо отношение. Радисты, любители, ведущие программы, звукооператоры и представители многих других специальностей. О том, кто работает на радиостанциях нашего города, расскажем далее. Сегодня в Сарове вещают более 20 радиостанций. Каждый слушатель, независимо от возраста, пола и музыкальных предпочтений, может найти себе радио по душе. Одни из наиболее популярных в нашем городе станций – радио «Семь на семи холмах» и «Серебряный дождь». Помимо музыки и интересных передач, в эфире идут выпуски новостей нашего города. Их составляет и читает Константин Перевозчиков. Здравствуйте! В студии с новостями нашего города Константин Перевозчиков. Спасатели предупреждают. В ближайшие сутки на территории Нижегородской области возможно резкое ухудшение погодных условий. Сегодня радио доступно каждому. Несмотря на свой почтенный возраст, оно по-прежнему динамично развивается и остается одним из самых востребованных у аудитории средств массовой информации. И сейчас, когда очень многие люди проводят несколько часов в машине, добираясь на работу, с работы, это, конечно, более актуально для мегаполисов. Но и в нашем городе, я думаю, все прекрасно понимают, какие пробки по вечерам и по утрам это имеет место быть, и люди слушают. Радио – это не только дикторы, редакторы и журналисты. Огромный пласт работы лежит на плечах технических специалистов. Наш отдел ежедневно работает и контролирует качество эфира радиостанции, чтобы горожане слушали, чтобы не было претензий. Это, на самом деле, очень объемный, ежедневный, можно сказать, ежеминутный контроль. Помимо Всемирного дня радио в нашей стране отмечают еще один праздник. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Именно в этот день в России празднуют День радио. Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает о начале приема заявок на участие в аукционе на право строительства жилого дома на улице Зернова, 24. Дом по этому адресу ранее признан аварийным и будет снесен. А в пятиэтажке, которая появится на его месте 30% квартир, застройщик будет обязан продать муниципалитету. Право на заключение соответствующего договора получит та компания, которая предложит наименьшую цену квадратного метра. Приобретенные квартиры администрация города безвозмездно передаст очередникам. Аукцион намечен на 19 марта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Рособорнадзор опубликовал видеоконсультации к единому госэкзамену по русскому языку. В рамках получасового ролика авторы контрольно-измерительных материалов и представители экспертного сообщества рассказывают, как следует трактовать задания, по каким критериям выставляется оценка, а также приводят решения типовых заданий. Видеоконсультации к ЕГЭ по русскому можно посмотреть на официальном ютуб-канале Рособорнадзора. Саровчан приглашают на очередную постановку проекта «Везде театр». 14 февраля всех любителей искусства ждут в актовом зале Саровского физико-технического института по адресу улица Духова, дом 6. Гостям представят пьесу Ярослава Полиновича «Свой путь в исполнении» актеров Саровского драмтеатра. Музыкальное сопровождение вечера возьмет на себя группа «Эшер». Начало в 18 часов, вход свободный. Организаторы проекта «10 песен атомных городов» опубликовали очередной клип. На этот раз музыканты исполнили песню «Последняя поэма» из фильма «Вам и не снилось». По традиции, в записи клипа приняли участие музыканты из всех закрытых городов атомной промышленности, в том числе и саровчане. Полную версию клипа можно посмотреть на сайте YouTube. Свободно владеть и быстро переводить. На очередной встрече в рамках проекта «Профтуренд» старшеклассники узнали о специфике профессии переводчика-синхрониста. С особенностями одного из наиболее сложных видов устного перевода ребят познакомили сотрудники ядерного центра. Подробности в следующем репортаже. Переводчик-синхронист в современном мире – профессия востребованная. В ней не только нужно владеть иностранным языком в совершенстве, но и необходимо иметь широкий кругозор, а также разбираться в технике и технологиях, следить за открытиями в научной сфере. Обо всем этом в рамках очередной встречи проекта «Профтуренд» рассказал ребятам начальник лаборатории Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва Антон Бликов. Я им показал презентацию о том, каковы основные особенности профессии физика во ВНИЭФ, и немножко рассказал им непосредственно о своей работе, чем я конкретно занимаюсь, но на английском языке. В качестве практики ребята попробовали перевести на русский язык научную работу Антона Бликова. Помогала девятиклассникам ведущий переводчик департамента коммуникации и международных связей ВНИЭФ Светлана Горелова. Такой формат беседы со школьниками организаторы выбрали не случайно. Мы немножко рассчитывали на шок, потому что любое погружение в иностранную реальность, в иноязычную реальность, даже если вы знаете язык, это все равно связано с культурным шоком, и его надо уметь переносить. Поэтому расчет на этот шок, в общем-то, он был. И снимается он, и какая-то толерантность к этому шоку тоже приходит с практикой. Научная работа Антона Бликова пробудила у старшеклассников большой интерес и желание постигать азы профессии переводчика. После беседы с ученым некоторые ребята всерьез задумались о том, чтобы в будущем связать свою жизнь именно с этой специальностью. Особенно интересно послушать речь человека, который в идеале владеет английским языком, очень хорошо все рассказывает. Конечно, это очень интересно также переводить за ним, понимать все это, понимать, что ты знаешь все эти термины. Мы выбираем английский, кто-то из нас даже физику тоже выбирает, как, возможно, будущую работу. И нам это интересно, нам это полезно понять сейчас, нужно ли нам это, подходит ли нам это. Следующая встреча в рамках городского проекта «Профтренд» состоится 14 февраля во Дворце детского творчества. Школьникам расскажут о профессии фитнес-тренер. Начало в 16.00. Репортаж о метазнаниях. Съемочная группа «Объединение «Серебряная пёрышка» Дворца детского творчества» стала призером конкурса репортажей о проведении шестой метапредметной Олимпиады муниципального уровня. Из 35 сюжетов, представленных на конкурс, жюри предстояло выбрать лучший в двух номинациях – специальный репортаж и портретный очерк. Подробности далее. Юным журналистам из объединения «Серебряная пёрышка» не хватило всего одного балла, чтобы сравняться с ближайшими соперниками в конкурсе сюжетов о метапредметной Олимпиаде. В номинации «Специальный репортаж» ролик Кирилла Новикевича и Андрея Махмудова занял второе место. Сами ребята, анализируя проделанную работу, говорят, что мало внимания уделили творческой составляющей. Скорее, мы больше работали в этом ролике над техническим качеством. Это монтаж, операторская работа, работа со звуком. Руководитель объединения Татьяна Исаева считает, что ребята справились с заданием очень хорошо. Пересъемкой они продумали структуру сюжета, детально поработали над соблюдением условий конкурса. Татьяна Борисовна отмечает в своих воспитанниках креативный подход к выполнению задания. Например, когда снимали эту метапредметную олимпиаду муниципального уровня, Кирилл забирался и на высоту, на шведскую стенку, и ложился на пол, и под столы, и ходил там кругами с каким-то специальным устройством. В этом творческом тандеме обязанности четко распределены. Кирилл Новикевич – оператор, Андрей Махмудов – корреспондент. На съемках сюжета к конкурсу нужно было взять интервью руководства Департамента образования, членов жюри, педагогов, самих участников метапредметной олимпиады. И тут Андрею пригодили знания, полученные в объединении юных журналистов. В любом случае нужно как-то вывести человека на то, чтобы он ответил себе на вопрос, и как-то сделать так, чтобы он мог ответить развернуто и ответить так, как не отвечал еще, наверное, можно сказать, конкурентам. Ребята не в первый раз участвуют в конкурсах телевизионных репортажей. Татьяна Борисовна считает, что опыт и практические знания, полученные в различных проектах, заставляют ее подопечных двигаться вперед и достигать поставленных целей. Это очень хороший формат для развития, потому что вот как раз эти сжатые сроки, строгие условия, они заставляют людей сразу подучиться, сконцентрироваться, применить все свои навыки и развить их, расширить. Впереди у ребят новый конкурс, интересный фестиваль и работа над воплощением в жизнь собственных творческих проектов. Новые направления в творчестве и поддержка талантливых коллективов. В Нижнем Новгороде прошел областной смотр-конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов. В нем принимали участие более 300 юных музыкантов со всего региона. Среди 20 коллективов Саровский ансамбль домристов «Калинка» из детской музыкальной школы имени Балакирева смог показать высокий уровень исполнительского мастерства. Областной смотр-конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов проводится раз в 4 года. Ансамбль домристов «Калинка» детской музыкальной школы имени Балакирева принимал в нем участие уже несколько раз и занимал призовые места. В этом году музыкантам присудили звание лауреата первой степени. Если посмотреть, например, как они выходят даже на конкурсах разного уровня, то есть рангом мы вступаем на конкурсах, то выходят они такой гордостью и очень рады, когда аплодируют, аплодисменты звучат. И, конечно, мы, преподаватели и дети, все очень счастливы. К выбору репертуара руководителю подходила тщательно, конкуренция на конкурсе жесткая, и нужно было наилучшим образом подчеркнуть все сильные стороны Саровского коллектива. В итоге «Калинка» исполнила пять произведений. В составе коллектива и взрослые участники, выпускники музыкальной школы, преподаватели и дети, ученики третьих-восьмых классов. Некоторые из них занимаются в ансамбле только полгода, и достигнутый успех на областном смотре стал для юных музыкантов первой серьезной победой. У меня было легкое улыбнение, но тем не менее я собралась и выступила со своим ансамблем. Такая победа, по признанию участников, была бы невозможна без взаимовыручки. Ансамбль – это единый организм, в котором музыканты связаны невидимыми нитями. Мне нравится выступать в нашем коллективе. Здесь тебя могут поддержать, и здесь одно целое со своим ансамблем. В планах у ансамбля домристов «Калинка» выучить новые произведения, организовать концерты, выступить на других конкурсах и покорить новые вершины музыкального Олимпа. Рев моторов и виртуозное владение техникой управляемого заноса. На стадионе «Юниор» прошел третий этап регулярного чемпионата города по зимнему дрифту. Как победить в таких соревнованиях и что ощущает пилот в момент прохождения трассы, выясняла наша съемочная группа. Для того, чтобы испытать, что такое настоящий зимний дрифт, необходимо просто сесть в машину, ну хотя бы на пассажирское сидение, и прокатиться по трассе. Разгон, руль резко в стороны, и вот уже машина начинает делать дугу, плавно заходя в поворот. Рядом, повторяя движение, впереди идущей легковушки следует еще один автомобиль. Его задача не обогнать оппонента, он должен не отпустить соперника далеко от себя. По словам самих водителей, именно в этот момент в крови появляется адреналин. Очень приятное ощущение, ну и момент соревновательный, что ли, то есть соперничество. То есть мы же не в одно лицо едем, то есть здесь парные заезды, и еще это добавляет как бы адреналин, интерес. Для зимнего дрифта подходят только заднеприводные автомобили. Основную массу автопарка соревнований составляют давно снятые с производства пятерки, семерки, тройки и копейки. Как рассказал Роман, на данный момент он на своей «Японке», в турнирной таблице лишь второй. На первом месте водитель на старом советском ВАЗе. Зимой скорость меньше, но при этом, если допускаешь ошибку, то скорее всего она единственная, она же последняя для тебя в заезде. В Сарове около трех десятков спортсменов занимаются дрифтом. Каждый из них в этот спортивный клуб пришел из любви к автомобилям. Правда, чтобы стать полноправным участником всем соискателям, пришлось пройти простой и одновременно сложный отбор. Чтобы попасть в клуб, нужно написать заявление и пройти процедуру отобрения среди остальных членов клуба. Такую самозащищающуюся организацию мы выбрали. А еще иметь готовый к гонкам автомобиль и любить этот технический и местами опасный вид спорта. Несмотря на такую систему отбора членов клуба, с каждым соревнованием список участников неуклонно пополняется. А вместе с этим растет и число зрителей на трибунах.